Все готово к началу поединка Хотя, может быть, это неправильное выражение Потому что затем пришли к выводу, что достаточно таких талантливых хоккеистов Которые моложе, которые, соответственно, сыграют не хуже Тем не менее, на две команды сегодня здесь есть один реальный НХЛ, который поиграл в этом году за Ванкувер Провел 19 матчей и после этого был отпущен, соответственно, поиграть за свою команду Это Джек Виртонин, набравший за Ванкувер Кеннесс 4 очка и еще целых 53 силовых приема успевший провести Я, кстати, добавил бы еще по этому поводу, что для тех, кто сомневается в уровне этого соревнования Молодежного чемпионата мира, примеров того, когда люди фактически безболезненно переходят Вот с уровня молодежного чемпионата мира в клубы национальной хоккейной лиги Достаточно много и в этом сезоне, и в прошлых сезонах Поэтому здесь борьбы, то есть вот сегодня Россия, Чехия и Канада, США Это матчи колоссально высокого уровня В прошлом сезоне, в прошлом году на молодежном чемпионате мира Сборные Канады и США встречались в последний день группового этапа Что происходило с ними гораздо чаще, чем вот как сегодня В стартовом матче канадцы победили со счетом 5-3 И это была победа с участием Макса Дами, который забросил две шайбы У Сэма Райнхарта была шайба и передача Отличился еще Дилан Ларкин И для тех, кто следит за НХЛ, все эти фамилии уже знакомы сегодня в качестве твердых игроков Основа, но есть у канадцев и у американцев те, в ком нет сомнения, что они спустя год Когда будет идти речь о следующем молодежном чемпионате мира Будут в основе своих клубов И в том числе есть довольно много хоккеистов, которые выбраны в первом раунде драфта Что является обычно визитной карточкой игрока, который может вырасти в серьезного хоккеиста И более того, достаточно много хоккеистов, которые выбраны в первой десятке раунда драфта У американцев капитан команды Закверенский под восьмым номером выбран защитник Ну а у канадцев здесь и Дилан Стром, который выбран по третьим номером И Митч Марнер, который выбран по четвертым И это далеко не полный список Я бы еще добавил, что игроки, собственно говоря, и канадской, и американской сборной Очень часто играют в канадских молодежных лигах А значит, очень неплохо просто знают друг друга К составу мы обратимся Первый опасный момент у ворот американцев был уже только что Сборная Канады в красном И подопечный Дэйв Лоури Сегодня вышли в следующем составе Первая пара защитников Джо Хиккеттс и Томас Шабо Томас Шабо, второй и пятый номерат Хейден Флори, четвертый, Брэндон Хикки, шестой Это вторая пара защитников Третье сочетание в обороне Трэвис Энхайм и Трэвис Дермат Двадцать третий, двадцать четвертый И седьмой защитник Ролан Макьюин Тринадцать нападающих, соответственно Первое звено Джек Виртоне, на котором я уже говорил Поигравший в НХЛ в этом сезоне под восемнадцатым номером Вместе с ним Брэндон Перлини, одиннадцатый И девятнадцатый номер Брейден Поуин, капитан команды Звено номер два Здесь Митч Марнер, четвертый номер драфта И Дилан Строум, третий номер Соответственно, у Марнера шестнадцатый номер На спине у Строума девятый И вместе с ними Джон Куэновель У которого не случайно фамилия Куэновель Впрочем, в этом матче достаточно много детей Племянников, внуков и так далее и тому подобное Третье звено в атаке у родоначальников хоккея Тройка Митчелла Стиффенса У которого двадцать седьмой номер на Сейтере У него в партнерах Трэвис Коннект Лоусен Краус двадцать восьмой И, наконец, четвертое сочетание Жульен Готье двенадцатый Мэтт Барзл тринадцатый Рук Шарчер четырнадцатый И Энтони Бовилье двадцать первый Дэйв Лоури, главный тренер сборной Канады А у нас первое удаление Причем я вот только хотел сказать Как ты только закончишь оглашать составы Что американцы еще синюю линию канадцев С шайбой не переходили Канадцы начали получше и поактивнее Но, тем не менее, сейчас первое удаление Дилан Строум удален у сборной Канады И возможность поиграть в большинстве у американской сборной А, соответственно, ну, сейчас эта ситуация С переходом чужой синей линии с шайбой Она наверняка просто исправится Пришлось американцам вернуться в собственную зону Разогнаться оттуда и доставить шайбу в чужую зону Получилась у Ника Шмалца И теперь борьба за воротами В которой все тот же Шмалц принимает участие Вместе с партнером по звену Грохом Бозером Канадцы успевают отбросить шайбу к чужой синей линии И поменяться дружно силовой От Хикица на входе в зону Навстречу американцу Но в итоге именно Хикиц пострадал больше, чем МакЭвой Против которого он проводил этот силовой И поехал меняться сразу и без вопросов Да, тут хороший на самом деле силовой прием От Хикица, который остановил атаку И вход в зоны сборной Соединенных Штатов Америки Но тем не менее В этом столкновении сам Хикица получил какое-то повреждение Или по крайней мере чувствительный удар Который заставил его сразу после силового приема смениться Сумели ли закрепиться американцы в зоне Отвечает на этот вопрос Качак-владший Мэтью Качак один из детей известных хоккеистов Которые встречаются сегодня в этом матче И вот спустя минуту и 15 секунд Можно говорить о том, что американцы Наконец расположились в чужой зоне Фортуната бросает Шайба попадает в близлежащего канадца Который принимает бросок на себя Это был Шарчер и поехал меняться И у американцев остается менее чем полминуты Дебренька правым флангом закатывается в зону Ждет партнеров, дождался Подключил Фортуната Соответственно поменялся защитником местами Две вот таких остановки было сегодня В матче сборных России и Чехии Причем из-за одной из таких остановок отменили Первую заброшенную шайбу Чехов вполне заслуженно Отмечу и вот сейчас В борьбе на пятаке Это как раз повторяют нам Прием Хикица, когда он получил повреждения Сейчас игрок сборной США Заехал в площадь ворот И поэтому игра была остановлена И вбрасывание вынесено в среднюю зону Выигрывает вбрасывание американцы Так что есть у них еще немножечко времени на большинство Но совсем-совсем немного Веренский разогнался через центр Доставил шайбу прямо к синей линии Выложил партнеру под бросок И в итоге первый бросок за эти две минуты Который достиг створа ворот и вынудил канадского голкипера Вступать в игру И мы видим Хикиц на площадке Да, то есть действительно Видимо просто чувствительный удар получил В единоборстве И, так скажем, перевел дух И вернулся на площадку Второй номер сборной Канады И теперь, соответственно, игра в равных составах Можно к составам американцев обратиться Первая пара защитников Зак Веренский, тринадцатый Капитан команды и Брэндон Карло, двадцать шестой Второе сочетание в обороне Луи Бельпедо, восьмой И Уилл Бордин, двадцатый Третья пара защитников Чет Крис и Шарлин МакЭвой Четвертый и двадцать пятый Седьмой защитник Брэндон Фортунато У которого на спине пятерка Тоже тринадцать, соответственно, нападающих Первое звено атаки Алекс Дебринка, двенадцатый Вместе с Мэтью Качаком, седьмыми И Останом Мэтьюзом Человеком, про которого все говорят И, в принципе, ждут, что это будущий первый номер драфта То есть, соответственно, драфта 2016 года У Мэтьюза, играющего в Швейцарии Тридцать четвертый номер Звено номер два Колин Уай в центре под восемнадцатым номером Кристиан Дворок, одиннадцатый Сони Милана, двадцать восьмой Вместе с ним Третье сочетание Райан МакКиннес Еще один человек с известной фамилией Семнадцатый номер у него Ник Шмалс, девятый Брок Бозер, двадцать третий И четвертое сочетание Четыре нападающих Андерс Бьерк, десятый Скотт Энзор, четырнадцатый Райан Доната, девятнадцатый И Райан Хичкок, двадцать первый Главный тренер команды Рон Уилсон И, в принципе, вот в чем американцы Точно превосходит канадцев Это в количестве титулов, достижений И опыта своего тренерского штаба Потому что Рон Уилсон Человек, который выигрывал с американцами Кубок мира в девяносто шестом Который брал серебро На Олимпиаде в Ванкувере Со сборной США И вообще восьмой По количеству побед Среди всех инхайловских тренеров А в помощниках у него Абсолютно легендарный Для американского хоккея Человек, который отыграл так долго Что, в общем, про него шутили Особенно удачно Джерри Миренек Который сказал Увидите меня в его возрасте на льду Пристрелите сразу же Ну, это да Ты имеешь в виду Это, естественно, Крис Челлиус Крис Челлиус Причем вот сейчас он По расположению на лавке Он, судя по всему, отвечает Как раз за игроков обороны В составе этой Сборной Сборной США И руководит И выходом на поле Защитников Ну, и, соответственно Игрой в большинстве и меньшинстве Кто выходит Когда выходит Ну, и, соответственно Осталось представить Голкиперов Мейсон Макдональд Первый номер сборной Канады В запасе сегодня Сэм Монтебо У американцев Алекс Ниделькович Основной голкипер Брэндон Холверсон Соответственно Остался в запасе У канадцев Три голкипера В заявке Дело в том, что Маккензи Блэквуд Дисквалифицирован на два матча И поэтому все ждут Что он будет основным Голкипером канадцев Что вполне возможно И почти наверняка так и будет Хотя вопрос к тому Как первые два матча Отыграют его конкуренты Ну и поэтому Естественно без него Вот поэтому заявил Трей Пять минут позади В первом периоде В который уложились Две минуты игры В большинстве американцев И, наверное, как раз Эти две минуты разделили То, что мы уже видели Потому что Первые полторы Две минуты До удаления Было ощутимое преимущество Канадцев Которые, собственно Американцам не позволяли ничего Затем американцы Вроде бы как две минуты Первые, по крайней мере Минуту 15 Ничего не могли выжить Но дальше игра уже Как минимум выровнялась Но пока, опять же Территориальное преимущество Явно у канадцев После, за исключением Вот этого большинства Которое было у американцев Сейчас они Американцы почаще С шайбой заходят В чужую зону Но вот задержаться Надолго там Не получается У канадцев Такие более-более Акцентированные И продолжительные атаки На данном этапе Сыграно Вот почти 6 минут В первом периоде И пока Канадцы Как раз Вот отыграв В меньшинстве Максимально Постарались вернуть То преимущество Которое Создавали в начале В начале Периода Вбрасывание У ворот Канадцев Показывают нам Что американцы Трехкратные Чемпионы мира На молодежном уровне К этому Наверное Стоит добавить Что вот эта Первая победа 2004 года Была одержана Нигде-нибудь Акфилен Поэтому у американцев Но это конечно Очень сложный Такой ассоциативный Путь Но все равно У американцев В Финляндии Для молодежного Чемпионата мира Вызывает положительные Ассоциации По крайней мере Так пишут сами Американцы Ну и опять же 2004 года Три раза Американцы выигрывали Один из них В России Как раз В Уфе Так что В последнее время Американская сборная В особенности На молодежном уровне Исключительно Качественная команда И в большинстве случаев Представляет Очень конкретную Угрозу Для своего Любого соперника В большинстве случаев Претендует Как минимум На медали Или на попадание В финал Не всегда это получается В атаке сходу Был у канадцев Мичи Марнера Выводили на завершающий Бросок Здесь Возвращаясь К тому что ты сказал Есть еще один Такой опять же Небезупречный Но вполне проглядывающий Ассоциативный ряд Атака американцев С броском Энзера Который принимает На себя По-моему Опять Хикиц Хикиц Да Снова Хикиц Да осталось Первые 7 минут Прошли для Хикица В непростых условиях Так вот Ассоциативный ряд Какой? Американцы Сами неоднократно Подчеркивают Что очень и очень Большим шагом Вперед для хоккея В США Его развитие Стала победа В Кубке Мира 96-го года То есть в Европе Особенно у нас Обычно говорят Вот Олимпиада 80 Но Олимпиада 80 Это такое отдельно взятое событие А вот что касается Именно победы В Кубке Мира То после этого Как раз вступила в действие Вот эта известная Американская программа По развитию молодежи И так далее И тому подобное И с этого момента Как раз взаимоотношения В том числе на молодежном уровне Сборных США и Канады Перестали быть такими Грубо говоря Что из 10 матчей Американцы дай бог Один выигрывают Они стали совсем другими По прежнему преимущество По овощным встречам Естественно у канадцев Огромное Но мы снова здесь Возвращаемся к 96-му году Потому что вот этот человек Которого вы видите На своих экранах Рон Уилсон Как раз и руководил Той сборной США Которая обыграв Канадцев на Кубке Мира В бывшем Кубке Канады Она собственно Для США Как для хоккейной нации Дала очень и очень Приличный толчок вперед Совершенно верно И причем сейчас Хоккей развивается В таких местах В которых раньше Было трудно себе представить Да то есть Калифорния Аризона Тот же самый Сент-Луис Да Где всегда были команды Но вот именно Как хоккейных школ Детских хоккейных школ Было не так много Шарчер вбрасывает Шайбу в зону Бувилье устремился За ней не успел Так пока По последним сменам У канадцев Одна хорошая атака Сходу была Когда Марнера Выводили на завершающий бросок Но контролировал его защитник Флеры на Шарчера И тут снова в касание Переводят в чужую зону Пытаются канадцы Зацепиться за шайбу Вот в этот раз А то может получиться Бувилье Не без помощи Партера Сохранил он шайбу Партер подъехал Снова к нему помочь Все тот же Рук Шарчер Причем очень интересно Позиционная атака канадцев А тройка нападающих Сборной США Спустилась фактически На свою лицевую линию То есть так глубоко Обороняются американцы Даже своими нападающими Создавая собственно говоря Численное преимущество В том месте площадки Откуда исходит главная угроза Защитники канадцев Практически свободны Были на синей линии У них было огромное количество И места и пространства Активностью сейчас Соня Милана Нападающий американцев Едва не выцарапал шайбу Так чтобы создать опасный момент Выцарапать-то выцарапал Но ничего из этого не вышло А канадцы в быстрой атаке После этого доводят Дело до броска Заставляя вступать в игру Ниагарскую ледяную собаку Если исходить из того За какой клуб играет Аликс Ниделькович Будь там отскоки Прибежали бы Прибежали бы на пятак И партнеры Партнеры Вертониной Попытались бы эту шайбу Добить Доесть И создать напряжение У ворот Нидельковича Если посмотреть на сборную США Через призму того Что большинство уже все равно Выбрано где-то на драфте В последние годы Соответственно Это защитник Захверенский Капитан команды Про которого я говорил Вот он единственный Представляющий оборону в целом И вратареи защитников Под восьмым номером Выбран Каламусом В последнем драфте 2015 года Ник Шмалц нападающий Годом ранее выбран Чикаго Под двадцатым номером Колин Уайт Двадцатый номер драфта Нынешнего года И выбран соответственно Оттава и Сенаторс И Брок Бозер Под двадцатым номером В этом же году Текущий выбран Ванкувером Сони Милана Шестнадцатый номер Драфта 2014 года Вот те кто Выбран именно в первом Раунде драфта У сборной США У канадцев тоже хватает И у канадцев причем Настолько хватает Что это вполне объясняет Почему нет Скажем большого количества Вернувшихся В том числе объясняет Почему нет такого Большого количества Тех кто вернулся Поиграя в прошлом году Четыре человека Из прошлогоднего состава Но у канадцев Подавляющее большинство Хоккеистов Это либо восходящие звезды Либо уже Молодые Но почти взошедшие Любопытный нюанс Посмотри Соотношение бросков Официальное Десять минут Отыграли команды Три броска В створ ворот Я бы отметил У канадцев Это в первую очередь Макдэвид Сейчас травмированный Но по возрасту Еще проходит Аарон Экблад Чемпион мира Прошлого года В составе сборной Канады Молодой защитник Флориды Но при этом Экблад сейчас Играющий за Флориду Играет там Первый-второй паре Первый-второй паре Да, совершенно верно Сэм Беннет Игрок Калгари Робби Фабри Игрок Сэм Плуиса Джейк Виртонин здесь И Джаред Маккен Тоже игрок Еще один игрок Ванкувера У канадцев Это в первую очередь Джек Айкел Но Ханифин И Дилан Ларкин Которые тоже По возрасту Еще вполне бы могли Играть за молодежную команду Но сейчас Только у американцев У американцев У американцев Обоих канадцев Позволь Ну да У американцев Получается трое Джек Айкел Но Ханифин И Дилан Ларкин Каждый из этих троих При этом тоже играет Вполне себе успешно В своем Энхайловском клубе Это как раз К вопросу о том Что я говорил Что уровень игроков Вот топ команд Здесь Он достаточно высокий Чтобы играть В ведущих лигах мира 11 минут позади Без нескольких секунд В периоде номер один Это как раз Хикетс был Крупным планом На ваших экранах Человек который Ну по крайней мере Дважды уже Хорошенько так Подставился Но тем не менее Для того чтобы Выручить свою команду В определенных эпизодах Один раз Заблокировал бросок Один раз Хороший силовой прием На своей синей Применил Защитник сборной Канады Второй номер Хикетс Чарли Макэвей Бросок Дилан Стром Дилан Стром Уже успевший Отбыть две минуты Вбрасывает шайбу В зону американцев Самое большое отличие Пожалуй Вот по Первой половине Первой половине Первого периода Матча сборных США и Канады Это то что У канадцев Намного легче Получается проходить Среднюю зону Здесь уже Вот у американцев Не первый раз Они теряют шайбу В средней зоне И на этом Их атаки Заканчиваются А канадцы Как вот сейчас Достаточно смело Тащат шайбу В чужую зону И там уже пытаются Что-то создавать И порой Порой и в давлении В чужой зоне Создают Неприятные моменты Для ворот Недельковича Двенадцатая минута Близится к своему Завершению Вбрасывание теперь У ворот Сборной США Первое звено На льду У канадцев Сейчас Впрочем Выиграть Брасывание в зоне Атаки Не удалось Соня Милана Притащил шайбу В чужую зону Но притащил Даже не совсем он У Уайт ему Подтащил шайбу До синей линии Дальше отдал Милана И вот теперь Милана Ищет варианты Находит Дворака Дворака бросить Не дали И ответ тут же В исполнении Канадцев Поинт Шарчер И снова Поинт Теперь уже За воротами Шарчер Открывался Под передачи На дальнем пятаке Причем был Свободен Флори набрасывает Подбирает шайбу И доводит Дело до броска Правда В голкипера Попадает Брейден Поинт Снова Хейден Флори Наносит бросок Человек Который Если говорить С хоккейной точки зрения С очень известной фамилией А если говорить С общечеловеческой С очень известным именем Поэтому Здесь можно С одной стороны Смотреть А можно с другой Милана Довольно Давно Уже Находится на льду Тем не менее А вот и я должен сказать Что очень длинную смену Игроки этого Звена В особенности Тройки нападения Провели Потому что Защитники То уже Потихонечку Сумели смениться И вот сейчас Забросив шайбу В чужую зону Все три нападающих Поехали меняться Забрались канадцы Правым флангом В чужую зону Задержаться там Не удалось И выкатывается Не решая Ступать в борьбу Джей Квиртонин Понимая что Больше неприятностей Может вырасти Ну вот Фактически какой Пятый Наверное Бросок за период Причем такой Довольно Не сложный Получился для Голкипера Сборной Канады Поважение Вне игры Ну и теперь Соответственно Просто скажу Про тех Кто в первом раунде Драфта выбран Канадцами В последнее время Соответственно Если мы берем Линию обороны Голкиперы В первом раунде Не выбирались Хотя Мэйсон Макдонанс 34 номер драфта Что достаточно Высоко для вратаря Хейден Флори О котором я только что Говорил Седьмой номер Драфта Позапрошлого года Томаш Абов 18 номер драфта Этого года Соответственно Каролина и Оттава И еще один Третий защитник Три защитника Сборной Канады Это люди из первого раунда Драфта Тревис Энхайм Соответственно Это Филадельфия 17 номер Драфта 2014 года Там причем Кто смотрел Этот драфт Там огромный символизм Был для Филадельфии Потому что 17 выбор на драфте 17 был выбран Бобби Кларк В свое время 17 номер И так далее И тому подобное Правда Сенхайм защитник И прямой связи С Бобби Кларком Нет Но это все время Подчеркивает Очень много Цифровых ассоциаций Да Но в атаке У сборной Канады Уйма людей Из даже первой десятки Дилан Стром Третий номер драфта Этого года Причем Третий номер драфта Этого года Это фактически первый Как многие говорили Потому что есть Макдэвид и Айкел Который не обсуждается То есть первый После Макдэвида и Айкела Брэндон Перлини Двенадцатый номер драфта Позапрошлого года Мэтью Барзел Шестнадцатый номер драфта Этого Строум и Перлини Выбраны одним клубом Аризона И Барзел Нью-Йорк Айлендерс Митч Марнер В этом же году Был выбран сразу Следом за Диланом Строумом Под четвертым номером Шестой номер драфта И уже играющий В НХЛ Джейк Виртонин Ну он в прошлом году Был выбран И кто еще останется Антони Бавильо Двадцать восьмой номер драфта Этого года И Джон Куэновель Племянник того самого Куэновеля Тридцатый номер драфта Позапрошлого года И наконец Под одиннадцатым номером Лолсон Краус Который Флоридой Был выбран В этом году Под общим одиннадцатым номером Я вот как бы заметно Сейчас смотрю И прям чувствуется Американцы предпочитают Проходить среднюю зону По центру Или менять стороны В средней зоне Канадцы Немножко среднюю зону Проходят намного проще И разница просто заметна И бросается в глаза Они пытаются Менять сторону Или соответственно Возвращать шайбу в центр Уже в зоне нападения А среднюю зону Протаскивать шайбу Как можно быстрее Не усложняя Не делая много передач В средней зоне Я так думаю Что вот на данный момент Это самая большая разница Которая заметна За исключением того Что я говорю Что пока У сборной Соединенных Штатов Америки Не получается надолго Вот забраться В зону Макдональда В зону сборной Канады Милана Уайт пытались Найти друг друга Пытались бросить В итоге шайба досталась Боргену Который бросил Но не попал Сохранили американцы шайбу в зоне За воротами Уайт ее получает Тут же выкладывает Под бросок партнеру И то ли штанга То ли скорее Мне кажется Закругление ворот Помогли канадцам Ну вот сейчас Хорошая демонстрация Берлини отобрал шайбу В районе кругов Вбрасывания В своей зоне И даже Собственно говоря Несмотря Понимая Вот вдоль Под нашим бортиком Постоянно 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 катается Берлини находит Дальше Передача Дальше 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 Удивительно Дальше 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 Я бы даже Будет выглядеть Дальше Его специально Чтобы получить передачу Я не получил Все равно Здесь им должно быть Немножко Но попривычнее Рона Уилсон Ну он много говорил В общем Понятное дело Что его в основном И спрашивали Так как самого-самого Известного американца На этом чемпионате мира Он сказал Что не скажется На его взгляд Не то чтобы В худшую Или в лучшую сторону А что По большому счету Это никак не скажется На игре обеих сборных По ходу турнира Что немножечко Вкатятся И будет Абсолютно нормально Звучит сирена Которая возвещает О том Что заброшенных шай В первом периоде не было Еще больше двух минут Большинства Две минуты И двадцать секунд Возвращаемся к хоккейу Через две минуты Начнется второй период В матче между сборными Канады и США Групповой этап Группа Ай 0-0 После первого периода Девять бросков сообща У сборной США При этом четыре броска Которые разлеглись нормально По разным звеньям У Уилла Боргена У Чеда Криса Защитника У Райана Доната И Райана Хичкока По броску А вот у канадцев Получилось довольно забавно Пять бросков Из которых один У Митча Марнера А остальные четыре Это первое звено Брэндон Перлини Джейк Виртонин И Брэндон Повайн У Виртонина два И у Перлини Повинта по одному То есть четыре из пяти Это все одно звено Я бы еще отметил Что очень небольшое количество Бросков на две команды За первый период Мы вот говорили То же самое Первые десять минут Три было Мы говорили то же самое По поводу матча Сборных России и Чехии Там было 11 бросков на двоих Это действительно немного 6,5 А здесь оказалось Ну на самом деле Команды которые очень часто Говорят о том что Ну Одни из самых бросающих Про канадцев Вообще говорят что Они все атаки Начинают с бросков Поворотом Вот пока Пока не получается Не так много бросков Попыток то много Но доходит До вратарей Очень и очень немного Ну и напомним мы Что начнут второй период Команды В неравных составах В концовке первого периода До конца матча Был удален игрок Сборной Алекс Дебринкет Алекс Дебринкет Да И от его Пятиминутного удаления Осталось еще 2 минуты И 20 секунд В начале второго периода Поэтому канадцы будут Начинать в большинстве Скажем так Концовку Первого периода В большинстве Они хоть и провели На чужой половине поля Но таких опасных моментов Создали Совсем немного А статистику бросков Мы вам озвучивали И бросков таких вот Акцентированных По воротам По воротам Недельковича Было совсем немного Вертонинстром и Марнер Тройка канадцев Которая Появляется С первой смены Вместе с ними Кто еще Защитник Тревис Энхайм И Четвертый Нападающий Соответственно Это Брейден Поуинт Который По крайней мере В начале Сейчас на выбрасывании Был на позиции Левого защитника Вертонин Правым флангом Получив шайбу Тут же закатывается в зону Времени на большинство У канадцев Уйма Если исходить с того Что они будут хорошо Играть в большинстве Они совсем так Как они играли Две минуты и сорок секунд В концовке периода номер один Вошли Очень уверенно Вошли Причем Вертонин Даже несмотря на то Что у него вроде как было Пространство Быстренько вошел Сменил сторону И сейчас вот Канадцы продолжают Свою атаку Пытаются Пытаются Создать Создать моменты У ворот Недельковича Пока В большинстве Получается Это не очень хорошо Марнер На Сенхайма А тот переводит налево И дальше По всей видимости Капитан Канадцев Все-таки рассчитывал Попасть в двор Еще один бросок Снова Сенхайм На виду Но это бросок Мимо цели И подъехал вовремя Очень своевременно Подъехал помочь Джейк Уиртонин Иначе шайба Попокинула зону Так еще Минута 15 В распоряжении Канадцев Которые в итоге Сами себя Все-таки Из чужой зоны Выставили Марнер Очень много Поменявшемуся И положение в ней Барзел появился Вместе с еще несколькими Хоккеистами Но положение в ней Игры Гатье не успел Покинуть зону В результате положения В ней игры А сейчас здесь Опять же А он же причем Вылез По-моему Просто он вылез Еще неудачный Второй период Дальняя лавка То есть Теоретически Если шайба в зоне атаки Ты можешь вылезти Прямо в зону А вот если она в средней зоне Ты можешь вылезти Прямо в отсад Так и получилось Я так понимаю Да На сей раз Гатьев Снова в центре Внимание Но уже с хорошей стороны Вбрасывает шайбу в зону Ну а там Перлин Пытался накрыть Защитника американцев Но не получилось У него это И Уилл Борген Выбрасывает шайбу в зону канадцев Меньше минуты На большинство У сборной Канады Вот такое вот Огромное большинство Пять минут И тем не менее Максимум Что из этого Выжмут канадцы Это одну заброшенную шайбу Это уже понятно И то этот максимум Необходимо еще Вовсю стремиться организовывать Потому что 35 секунд И шайба только сейчас Попадает в зону сборной США Хикетс Белая передача Под бросок И приличный момент Мэтт Барзел Замыкал передачу Защитника Снова Хикетс Снова Барзел Играет назад На все того же Хикетса И теперь уже пора С кем-то поделиться Шайбой Поделились И Перлини Перлини бросает Отскакивает шайба налево Там Выдвинувшийся вперед Тамаш Або Пытался Добить Страны игры За исключением этих двух моментов Пять минут Все-таки И даже не могло А по идее должно было быть Пять минут По хоккейным меркам Это неделька По сути Поэтому неделька Могло быть гораздо тяжелее А по сути что Вот пятая минута Да Вот этой пятиминутки Была С моментами И в первом периоде В эти сколько там Две сорок Да Которые были Вот один момент Когда в стромом передаче Неожиданно вывел Мармер на бросок И дальше могли быть Последствия Вот по сути и все 17.40 играть Ровно 2.20 Как раз прошло Так что Американцев снова пятеро Правда Теперь нападающих У них только 12 Потому что Алекса Добринката Мы уже сегодня не увидим 0-0 по-прежнему Я вот смотрю За это время Канадцы сумели Нам нести Два броска Вот за те 2.20 Которые были в большинстве Со старта второго периода Нельзя трогать шайбу Канадцам Но очень хотелось А раз очень хочется То игра будет остановлена Вбрасывание вынесено И причем она будет не вынесена Она будет вынесена Аж в зону Унесено прям Да Далеко Сборной Вот он человек Про которого мы вам пытались рассказать уже Крис Челлиус Легенда Со многих точек зрения И человек Который при этом В общем действительно Отыграл Застал в такие эпохи Про которые можно говорить Что это дремучие времена А с другой стороны Закончил Еще относительно Не да Отличный момент Был сейчас После выигранного Вбрасывания У игрока Сборной С США Это боссер Оказался на пятаке С шайбой Прямо перед Воротами Макдональда Но надежно Низ перекрыл Причем Отмечали Кстати Еще до начала Этого матча Что И у канадцев И у американцев Очень хорошего размера Вратари Я вот тоже смотрю Сейчас на Макдональда Ему ворота Чуть Чуть ниже Чем по пояс Чуть выше Чем по пояс 193 193 Ты любишь вместе с весом 193 191 И сейчас показывали Опять же Криса Челлиус Который ответственен За выход За выход Защитников И увидел Что на площадке У канадцев Звено Марнера Он показал Своим Своим игрокам Что по возможности Меняйтесь Чтобы выпустить Ту пару защитников Которая собственно говоря И готовилась Для того чтобы играть Причем это судя по всему Первая пара защитников Веренский И Карло То есть Уже Заметно Что по крайней мере Канадцы Пытаются Пытаются Наложить Свою пару Первую пару Защитников На вот именно Звено Марнера Я вот смотрю Тем временем Кого американцы Подняли в первое Звено Качаку и Меттизу Где соответственно Теперь нет Дебринката И я так понимаю Что Брок Бозер с ними Будет играть Но 13 нападающих Изначально Соответственно Кто-то из четвертого Звена Бьеркензер Доната и Хичкак Видимо поднимется В третий Веренский В своей зоне Успел Подобрать шайбу После того Как партнер Его разобрался Со Стромом И тем не менее Канадцы Схва шайбу Перехватывают Бросок Причем бросок Квирт один От створ Вверхом В ближний угол Неприятный момент Для американцев Завершающийся Броском Створ Положение Вне игры У Дворака 4.11 Позади В периоде Номер 2 И американцы Кстати уже Перебросали Канадцев То есть так Вот отыгра В две с половиной Фактически минуты В большинстве Канадцы Тем не менее Уступают по броскам Во втором периоде Американцы Ну да Мы отмечали Что и в первом В периоде бросков было немного А здесь Бросок от Джейка Виртонина Действительно неприятный Для вратаря В ближний верхний угол Зафиксировать шайбу В такой ситуации Практически невозможно А куда она отскочит Тоже контролировать Не всегда просто Но в этой ситуации Все удалось Очень неплохо И вратарю И обороне Сборной США Макьюэн бросал Но даже не от синей линии Сместившись вглубь Шайбу Американцы выбрасывают Из зоны Тут же возвращают Ее канадцы Макьюэн бросает На сей раз Это снова бросок Не в створ Тем не менее Неделькович пытался Как-то отреагировать На шайбу Отреагировал Не очень удачно Но никого из канадцев Поблизости не было Дворок вошел в зону Отпасовал тут же на Милану Вернул из шайбы Кристиану Двороку Одному из четырех игроков Аризона Вообще три Вернее не три А два Два инхайловских клуба Прислали больше всего сюда Своих представителей Сборная Канады Тем временем Упускает Лучший момент Сперва А затем Доводит дело Все-таки До броска Створ ворот Неделькович крутился Сейчас в воротах Как белка в колесе Вполне подходящее сравнение Вытащил первый момент Затем было Уже фактически Безнадежное добивание И дальше Наверное шайба Побывала в воротах Но на всякий случай Еще разок Ее туда Канадца отправили А вот так вот Заблокированный бросок В своей зоне Вернулся К американцам Ну собственно говоря Голом Это Крайс Пытался довести Шайбу до ворот В результате Попал В нападающего Готье Который здесь Еще и поучаствовал Уже вот В первом эпизоде Шайба была В воротах Вот здесь вот Добивание В дальний верхний угол Пришелся Бросок Барзала У которого был Очень неплохой момент Уже Во большинстве Ну и радость Радость Канадского нападающего Вполне Вполне Понятно Там еще Для верности Собственно говоря В этом Убедился Еще и 14 Номер Шарчи Который Фактически После остановки Игры Шайбу добивал Но тем не менее Взятие ворот В контратаке После перехвата В своей зоне На синей линии Канадцы Казалось бы Очень Не очень хорошо Распорядились Шайбой В атаке Вдвоем Против одного Но тем не менее Сумели вернуть ее Под свой контроль Довести дело До броска И Вот сейчас нам повторяют Да Шайба После броска Барзала Уже оказалась В воротах Ну и Канадцы Открывают счет Не смогли Они этого сделать Имея Чистое преимущество Пять минут Но тем не менее Все-таки Свою линию Догнули На пятой минуте Второго периода Мэтью Барзал Автор Заброшенной шайбы Человек Выступающий За Сиэтл В WHL Ну и Уже выбранный На драфте В этом году Нью-Йорк Календар С подвысоким Весьма и весьма Высоким 16 номером Человек Кумиром которого Является Джонатан Тирикс Посмотрим На самом деле Как отреагирует На это Американская сборная Потому что На мой взгляд Вот пока К этому моменту Да Счет на табло Отражает То преимущество То что происходит В игре Небольшое Пускай небольшое Но преимущество У американцев У канадцев было Не добрался пока Гол до Онлайна Так чтобы точно Назвать вам Ассистентов Ну я думаю Произойдет В ближайшее время Тем временем Выбрасывание на синей линии Из зоны сборной Канады Изменит ли это Заброшенная шайба В течение игры Не факт Но вполне может Наверное что-то поменять Потому что Американцы Как уже сказал Александр Хаванов Гораздо Гораздо больше Создали Чтобы иметь Основание Думать Что они должны Вести в счете Несмотря на то Что они успели И пять минут В меньшинстве Поиграть Все создали больше Но ведут в счете Не они Ситуация В которой Выбор Делать передачу А не бросать Который Трэвис Конектный Выбрал Трэвис Конектный Наверное Наверняка На самом деле Трэвис Конечный Исходя из Фамилии его Но Североамериканцы Зовут его так как зовут И это будет правильно Поэтому все равно Конектный Возможность для броска Который И у одного И у другого Американцы Превратили в так себе бросок Но вот здесь Сейчас уже никто Не должен помешать Бросить Если бы хотелось Но пока не хочется Бросать защитнику Американскому И тем не менее Выбрал он момент И как раз Конектный Попадает Восьмой номер Сборной США Это Луи Бельпедо Причем он Так и ждал Сразу бросать не стал Потому что никого Перед воротами не было И потом Так продолжал Контролировать шайбу Ожидая момента Когда туда все-таки Нападающие приедут Но В итоге Не пустили Канадцы Игроков сборной США На свой пятак Для того чтобы Ну бросок Белпедо Белпедо был Насколько-нибудь опасный А в итоге Потом еще и бросок Сами заблокировали В ассистентах Умета Барзел В итоге Рурк Шарчер И Жульен Готье 1-0 В пользу сборной Канады На Шестой минуте Второго периода Но это все-таки Послужило Определенным сигналом Для американцев То есть После заброшенной шайбы Вторую смену уже Они проводят В зоне В зоне Макдональда Так бросков До бросков Поворотом Дело не доходит Но тем не менее Территориальное преимущество Переходит Переходит К американцам Проброс Сбрасывания Сейчас у ворот сборной Канады И причем Сейчас вот сразу Два игрока Так сложившись пополам Еют на это Вбрасывание Так что все-таки Все-таки Длинненькая смена Была у этой пятерки Сборной Канады Могут попробовать Воспользоваться этим Роно Уилсон Про своих подопечных Говорил Что Один из очень важных моментов В сборной США Вообще всего было Два Тренировочных матча Перед стартом турнира Один здесь в Европе Один вообще такой Тренировочный Тренировочный Еще во время сбора В Бостоне Так вот Играя с финнами Проигрывая перед Третьим периодом Но в итоге Выиграв 3-2 Роно Уилсон Отмечал это Как очень важный момент Он сказал о том Что у нас команда Которая в сложной ситуации Не теряется У нас команда Для которой Не проблема Отыгрываться по ходу матча Мы надеемся Это показать и по турниру Потому что наверняка Вести каждый раз В счете не удастся И это снова Опять же Сейчас проброс Зафиксировали судьи И это снова То же самое звено Которое Сборной Канады Которое не смогло смениться В предыдущем эпизоде То есть это уже Молоком отпаивать Потом на лавке Это уже Но видишь как Не молоком отпаивать А это уже Только тайм-аутами лечится И сейчас Да Дэйв Лоури Случайно показывают Про Дэйв Лоури Можно Ну про любого Наверное человека Можно в тренерском штабе Рассказывать довольно много Но Дэйв Лоури Главное что про него Стоит знать Если вы давно Интересуетесь хоккеем То вот Дэйв Лоури Это человек Который один из последних Учеников Роджера Нельсона Да Не самый известный Но тем не менее Роджер Нельсон Который В мире профессионального хоккея Считается одним из Наиболее замечательных тренеров У которого может быть Нет какого-то Сумасшедшего Послужного списка Но тем не менее Вот Многие Кто сейчас Активно работает Тот же вот Дядя Хоккеиста Куэновель Но вот у Роджера Нельсона Были ученики С которыми он работал Которые не были столь известны Вот один из них Дэйв Лоури Главный тренер Этой сборной Канады Но причем Нельсона называли Да Мистер Видео Капитан Видео Капитан Видео Капитан Видео Да Который в принципе И ввел в хоккей Такую вещь Как видеоанализ И сейчас Тренер Тренерский штаб Сборной Канады Понимает Насколько важный момент Потому что Только-только Команда вышла вперед И сейчас Американцы Ну по факту Перехватывают Инициативу Поэтому Сейчас Очень важно Сохранить Это преимущество Хотя бы Ну как бы Более продолжительное время В идеале А для американцев Сохранить шайбу в зоне В зоне Да Да Но вот теперь Все равно Канадцы поменяются За эти секунды После очередного Розыгрыша Вбрасывания Был момент С броском Бельпеда Все того же И на сервис Это был бросок Уже более или менее опасный И причем Я говорю Здесь еще И рекламная пауза Да В этом отношении Немножко к канадцам Будет полегче Но все равно Из-за проброса Не было рекламной паузы И был вынужден брать тайм-аут Тренинский штаб Сборной Канады Пока как раз Эта самая пауза У нас идет Любопытная ситуация У моего коллеги По репортажу Александра Хованова Которого В принципе В этом матче Играют Два сына И один племянник Людей с которыми Он играл В одной команде В одной паре Или под руководством Соответственно Если брать канадцев То это племянник Жоэля Куэлли Или Джон Куэннивиль Который Так На секундочку Тоже в первом раунде драфта Выбран И Выбран Нью-Джерси В 2014 И два человека В составе сборной США Один это Мэттью Качак Под седьмым номером Как и у папы Который играл В одной команде С Хованову И еще Один из сыновей Алла Макиннес Райан Макиннес Который Соответственно Сын того самого Алла Макиннеса Которому принадлежит У него важных событий И свершений В истории НХ Вот честно говоря Джона Кенневиля Не видел ни разу Или если видел То не помню Может он как-нибудь Приезжал А очень хорошо Помню Мать Юткачука Собственно говоря Он постоянно Находился в раздевалке Им делали шарики Из ленты И они На полу В раздевалке Сент-Луиса Была Была хоккейная поляна На ковре Ставили ворота И они там Очень часто играли Райан Макиннес Чаще был Потому что он жил Макиннес жил Рядом с тренировочным катком Он И он очень часто был На тренировочном катке Тоже приходил И выходил на лед Очень часто и с нами На самом деле Даже выходил на лед Когда не было Таких организованных тренировок Когда были В основном Индивидуальные занятия Или там большинство Меньшинство Вот Поэтому Ну мне на самом деле Достаточно просто Потому что я говорю Я как раз и Вот игроков американской сборной Мать Юткачука И Райана Макиннеса Помню и видел Вот такими Ну вот такими Да Вот такими А теперь Макиннес 193 уже Больше чем я Вот как раз сейчас шайба И вбрасывает зону 17 номер сбора США Такая вот уже Дылды вымахала На счет тяжелее Не знаю Но по росту уже больше Не, ну 84 Нет Я больше Ну и хорошо Статистика Мича Марнера Тоже абсолютно сумасшедшая Вы видите В ОХЛ В его действующем клубе Ну и нет сомнений Что Марнер Как и с Троум В следующем году Уже будет играть В НХЛ В том числе Говоря о Марнере Просто-напросто Потому что Торонто Нужны молодые звезды Причем опять же Сейчас пока Пока тема не ушла Еще не до конца ушла Нам удалось поговорить С коллегами из ТСН Здесь перед началом матча И как раз вспоминали Я спрашивал Ткачук Старший Который большой Здесь или нет Он говорит Что если найдем на телевидении Мы тебе его покажем Где он сидит А про младшего Сказали Что он По По Стилю игры На самом деле Очень Очень напоминает Папа такой же наглый Знает Знает Откуда шайбы забиваются Так что посмотрим Вот сейчас как раз Звено Качака Младшего на льду Создали момент У чужих ворот Тут же привезли Контрвыпад к своим И это все тот же В контрвыпаде Все тот же Готье Который У которого И в первом периоде Был очень неплохой момент Там был выход Вдвоем Против одного И Во втором периоде Единственную шайбу Он организовал По большому счету Заблокировав бросок Выведя сначала Партнера Сначала отдав Передачу партнера Потом поборовшись За отскок И отдавая передачу На завершение Для Парзола И сейчас Один из самых острых Нападающих Сборной Канады Вот поэтому По этой части игры То есть по первой Половине игры Со сборной США Сейчас проверим Мы одну вещь В прошлый раз Когда я пытался Это сказать Состоялась единственная Заброшенная шайба Вот может быть Сейчас еще раз гол будет Тогда точно Это как-то связано На самом деле Два инхайловских клуба Прислали по 7 человек Сюда на молодежный чемпионат мира Аризона и Филадельфия А два клуба Не прислали ни одного Монреал и Питцбург Ну и вот В сегодняшнем матче Четыре игрока Четыре проспекта Одной команды Аризона играет Друг против друга Два против двух В том числе Дилан Строум Третий номер драфта Минувшего года Ну еще даже Не минувшего А нынешнего Это защитник Защитник Бельпеда Фортуната Борген и Карла Остальные молодежи 97-го или 98-го Но это скорее Опять же Не часто приходится Видеть защитников Ну подключающих То есть Подключающихся к атакам Может и часто Но вот поддерживающих Позиционные атаки Где-то там в районе Питака Ворот соперника Не часто И вот Как раз В двух последних Своих отрезках Бельпеда И был заметен тем Что очень Здорово контролировал Шайбу уже в глубине Зоны сборной Канады Не выпускают Так просто Американцы Канадцев Из их зоны Но с трудом Но все-таки Канадцы По крайней мере В среднюю зону Шайбу вывели Стефенс Вбрасывает чужую Поехали Канадцы меняться Тем временем Соня Милана Хорошую по задумке Передачу исполнял Но Уайт У шайба не досталась Тем не менее Уайт первым Был на ней уже Внутри в зоне После того как она Постучалась в борт За воротами Едва не возник Хороший момент А теперь Канадцы Втроем Стром Сам все делает Бросок Дилан Стром Первый номер драфта Если не считать Тех кто был перед ним Автоматически Как я уже говорил Соответственно Макдэвид и Эйкл И здесь все очень здорово Сделал Вошел в зону На скорости Заставил защитников Пятиться Из-за этого у него Появилось пространство Чтобы сделать шаг в центр И бросал так очень Очень сильно Низом В надежде на то Что на передвижении Шайба пройдет Где-то под щитками Недельковича И такая неприятная ситуация Я бы сказал Что большинство Большинство защитников Ну рассматривали бы Эту ситуацию Как проигранное Единоборство Нападающему Отличный силовой прием В чужой зоне От Лолсона Крауза И все-таки Отпустили Американцев Так канадцы Не выпускали их Буквально из зоны Но вот сейчас Еще одна атака Готье входит в зону Пошел в обыгрыш Не получилось Пройти Защитника Читокрыса Очень уверенно Клюшка сыграл В этом эпизоде Четвертый номер Сборной США Как раз Защитник Крайс После как раз Броска которого И шейба И оказалась После заблокированного Броска которого И оказалась Шейба в воротах Сборной США Да и он Как раз на повторе Было видно Потом так уже Грустно стоял Когда добивали На всякий случай Канадцы уже Второй раз Так по центру ворот Стоял столбиком Грустным Пять с половиной минут До окончания периода В котором канадцы Вышли вперед И в котором Они последние минуты Имеют ощутимое Преимущество Игровое Последние Ну сколько Три-четыре смены Оно Настоль ощутимое Что американцы Фактически С трудом выбираются Из сезона Ну вот Как бы после После пропущенной шайбы Так заметно Американцы попытались Ситуацию Видимо по-быстренькому Исправить А в последних отрезках Когда Я соглашусь Куда-куда Увереннее Выглядит Выглядит Сборная Канады Еще одна возможность Перевести дух У хоккеистов В принципе Вот если смотреть На всю историю Преимущество Безусловно Канадцев Оно Очень велико Над американцами Но это в любом Взрослом Женском хоккее Оно так и будет Но несмотря на то В одних В одних и тех же Командах Играют А значит соответственно Очень неплохо Знают друг друга И готовы Играть на похожих Скоростях На похожем уровне Единоборств Да И в конечном итоге Разница Разница в матче Этих команд Ну зачастую Это просто Разница в реализации Моментов И сегодня Тоже получается Исключительно упорный Матч Между сборными США И Канады Стефенс Коннектный Куэнвиль Такая тройка У сборной Канады У американцев Первое звено Вот сейчас Качак пытался Перевести шайбу В чужую зону Первое звено В котором уже Окончательно Можно да Говорить что Осел изначально Начинавший в третьем Брок Бозер Напомню что Одного из хоккеистов Первого звена Американцы потеряли За колющий удар От Алекса Добринката Мне это кстати Напомнило Совсем недавнюю Забавную историю Если учесть что Это Америка и Канада Играют Когда В матче Американской Канадской команды В НХЛ Человек Нанес колющий удар Получил 5000 штрафа И сказал Это лучшие Потраченные 5000 В моей жизни Это был Брэндон Праст Который Брэду Маршинду Нанес колющий удар И вот такое Замечательное было Откровение Тем временем Американцы Девели дел До момента У чужих ворот Ну и Степпин с Ткачуком Потолкаются Но Собственно говоря Опять же Игроки Игроки приехали Я могу сказать Что по поводу Твоей цитаты Что Добринката Явно так не скажет Потому что Пересечь океаны В первом матче Получить 5 плюс 20 Да еще в матче С принципиальным противником Ну Не в его планы Не в планы Тренеров Явно не входило А сейчас Да На пятаке Поборолись Потолкались Хорошо Ткачук Со Стивенсом Ну и соответственно То к чему Что я говорил Да очень похож По стилю На своего На своего отца Матью Ткачак Как раз Который очень много Времени Проводил на пятаке Перед воротами соперников Ну и зачастую Участвовал В огромном количестве Всяких стычек Возникающих По этому поводу Так Его Папа был одним из немногих людей Которые Способны были Забросить 50 шайб И в этом же самом сезоне Набрать 200 с лишним минут штраф Таких вообще Немного За всю историю хоккея Но они Существуют Один-два человека Обычно Одновременно Иногда Чуть больше Иногда меньше То есть один Четыре минуты До окончания периода Номер два Ткачукак часто Кстати спрашивали Папу Да ты почему Там бросок с кистей Не тренируешь А он говорит А что мне его тренировать У меня все шайбы С 80 сантиметров Он типа С 90 сантиметров Да ты фрифит Это 90 сантиметров А говорит А щелкать Я вообще никогда не умел К разговору о том Что большинство шайб Забивается Ну из пространства Перед воротами А учитывая Учитывая современную Экипировку И мастерство Вортарей Забивать С расстояния Становится все тяжелее И тяжелее Вбрасывание На синей линии Сборная США Выигрывает его Американцы Фортунато Искал возможность Чужой синей линии Отправить шайбу Не решился В итоге Макэвой Уже дотащил шайбу До красной линии И бросил чужую зону Там Милана Теперь поборется За шайбу Побороться Поборолся Есть возможность По крайней мере Сохранить шайбу В зоне Снова Макэвой И теперь шайба Уходит за пределы Площад Дворака Попросили с точки Вбрасывания Уайт встает Вместо него Но как раз Уайт И фальш старт Допустил В этой ситуации Из-за чего Дворака И попросили с точки Вбрасывания И американцы Сравнивают Из ничего Казалось бы Подкараулить Отскок От борта И переправить Шайбу в ворота Но не из ничего Скажем так А из выигранного Вбрасывания В чужой зоне Совсем из ничего Не бывает Я согласен Да Но здесь После отскока От лицевого борта И все очень здорово Очень здорово На это Среагировал Уайт Который Собственно говоря Сам и стоял На вбрасывании Наброс на ворота Макдональд Вынужден был Реагировать на него А шайба выскочила С обратной стороны В ворота И здесь Первым на добивании Оказался Уайт И просто Не успел Вернуться В ворота Макдональд И американцы Сравнивают счет В матче Со сборной Канады Холин Уайт Представляющий Бостон колледж Ну вот я говорил Про Эри Который В американской И в канадской команде Хватает игроков Эри Отерс Ну и традиционно С учетом того Что Бостон Один из самых Хоккейных городов США Есть и из Бостон университи И из Бостон колледж Собственно В Бостоне Готовилась Сборная США К этому турниру Перед тем Как приехать в Финляндию Затем уже провести Здесь несколько дней Но вот до этого Готовились как раз Последний тренинг Кемп У них был Фактически получается Предпоследний Перед поездкой сюда Вот он был в Бостон С огромным трудом Пытаются американцы Вывести шайбу Из собственной зоны В итоге это удается Но тем не менее Огромные проблемы С выходом из собственной зоны Сейчас испытывает Сборная США Причем такие проблемы Что сразу Выйдя из зоны Сразу защитники Поехали меняться Перехватывает шайбу Братверенский И возникает Казалось бы Момент У американцев Что-то создать В чужой зоне Не получается Попытка номер два Макинес Догнать-то не догонит Но успеет По крайней мере Остановить Канадца Так чтобы Не было варианта Запросто выбраться Из своей зоны Сейчас через пас Находит Канадца Марнера А тот через борт Отправляет шайбу В чужую зону Но получается Возвращаясь Собственно И к тому Что ты говорил И к тому Что я говорил Что теперь В каком-то роде Счет уже справедливее То есть американцы Не в том дело Что счет равный А в том Что американцы Что-то забросили Ну Ты знаешь Вот мы Работали Первый матч Сборной Сборной России На этом турнире Против Чехов И там тоже Неожиданно Малорезультативная Игра была Вот все-таки От матча Канады Сборных Канады И США Я ожидал Куда более Результативного Хоккея Более открытого Более результативного Но Тем не менее Пока получается Что тоже Всего по одной Заброшенной шайбе За 39 первых минут Провели команда Все-таки Видимо Всем нужно Определенное время Для того Чтобы войти Войти в турнир И важность очков И набранных И потерянных В начале В начале Чемпионата мира Понимают Ну практически все Команды Участвующие В молодежном чемпионате мира Бросок Уилла Боргина Вынудил Галкипер и канадца Вступать в игру А теперь уже ответ В исполнении Капитана Канадца Пойнта Шайба Проходит мимо цели Последняя минута Периода номер два Пошла Периода в котором И те и другие Сумели отличиться В отличие от стартового Так улетел Суровой прием От Сони Милана Он не сильный получился Но просто в самый последний момент Миртонин увидел Увидел Милана Ушел от столкновения Но мог Неудачно Неудачно просто упасть Но твиш по второму периоду Из лайнсманов Представитель континентальной Хоккейной лиги Ну и соответственно Российской Федерации Александр Отмахов И он сейчас Зафиксировал Нарушение правил Барзел правым флангом Закатился Отпасовывал назад Рассчитывая Что там кто-то будет А там не было никого Но уже времени У американцев На то чтобы что-то сделать В чужой зоне Добраться даже просто туда Совершенно очевидно Не хватало Таким образом Один-один После сорока минут игры И это две шайбы Которые были заброшены Именно по ходу Периода номер два Минута остается До начала периода номер три В стартовом поединке В группе А Молодежного чемпионата мира Стартовым для двух фаворитов В сборах Канады и США Они гораздо чаще встречались Под Новый год Прям таки 31 декабря Тем не менее Сегодня И для них И для одних И для других Игра друг с другом Откроет турнир И как бы она не закончилась Она скажется Самым непосредственным образом В итоге На том Как будет выглядеть плей-офф Она скажется Не только на этой группе Где помимо канадцев и американцев Еще и шведы Три фаворита в одной группе Но она скажется и на другой группе Потому что В плей-офф Естественно Это будет зависеть От того Кто займет какое место Поэтому Кто сегодня возьмет очки А кто не возьмет Или кто возьмет больше очков Соответственно Получит шанс Подняться выше Турнирной таблицы Пока 1-1 То есть на мой взгляд Я с тобой полностью согласен Это Это На самом деле Непосредственная борьба Несмотря на то Что это первый матч И для американцев И для канадцев Это борьба за распределение мест Уже Уже сейчас В самом начале Чемпионата мира И вот нам принесли статистику По двум сыгранным периодам И действительно Мы вот говорили о том Что есть определенные преимущества Там отрезками у канадцев Есть преимущества у американцев В целом И по счету Самое главное И по броскам Абсолютно равная игра То есть По шайбе Забросили соперники Друг другу Во втором периоде Ну и на самом деле Добавили в количестве бросков По 9 бросков Во втором периоде Нанесли команды Поворотом друг друга Один из этих бросков Стал результативный И для канадцев И для американцев Ну а значит Третий период Мы начинаем при равном счете 1-1 И собственно говоря Борьба Основная борьба В этом матче Еще впереди Что касается Соавторов шайбы Уайта Информация Не сразу появилась Еще даже потом Слегка поменялась Но в итоге Остановились на том Что у Колина Уайта В ассистентах Милана и Двора Шестая минута Это время Когда Отличился Барзал И соответственно Семнадцатая Когда забросил Уайта Необычная ситуация Да Матью ткачок Пытался вытащить Шайбу на пятак В результате Упал на ворота Из-за чего Они чуть-чуть Приподнялись И шайба Оказалась В воротах Сборной Канады Но собственно говоря Понятно что Не засчитан Не засчитана эта шайба Да и взятием ворота Это не является И вот Сверху статистика Качука 59 очков В 29 сыгранных матчах За Лондон Нейтс Тоже весьма впечатляющая статистика Качак как раз один из тех Кто еще не выбран на драфте Алекс Дебринкат Человек который хорошо показал нам Как умеет тыкать клюшки в соперника сегодня Чет Крис защитник Чарли Макэвой Мэтью Качак И безусловно Остон Мэтьюс Играющий за Цури Хлайнс В нынешнем сезоне Ситуация для североамериканского Юного хоккеиста крайне редкая Но ее решали именно С точки зрения Что будет полезно для его роста Играть со сверстниками Или играть в Высшей лиге швейцарского чемпионата Решили что лучше играть со взрослыми В Швейцарии И вот он там играет Причем весьма успешно У него был в начале сезона Отрезок когда он пропустил Несколько матчей из-за травмы А затем вернулся И очень приличную статистику там иметь Ну и причем мы с тобой обсуждали Перед началом этого матча О том что Интересный факт что И Ткачук и Матьюс Сыграли в этом году На юниорском чемпионате мира Для 18-летних До 18 лет в Лозанне И сейчас В этом же самом 2015 году Играют за молодежную сборную США Митч Марнер не сумел Сохранить шайбу в борьбе С американским защитником Самым активным наверное Американским защитником Луис Льдольпедо Самым заметным по второму периоду Это однозначно По второму это да Это вообще не вопрос Согласен Выбрались американцы из зоны Макинес выдал передачу Набравшим уход у Уайту в центр Но забег в чужую зону Закончился безрезультатно Фактически на входе Еще в зону канадцев А канадцы тут же моментально Перевели шайбу в чужую зону Двое канадцев за чужими воротами И шайба выскакивает на пятачок Там нападающий двор Караулил ситуацию И таким образом Американцы разведили обстановку Уайт простреливал сейчас Через пятачок шайба прошла Шанс для канадцев И Флори ускорился Поинт тем временем Сохранил шайбу Бросок книзу Шайба отскакивает От голкипера Недельковича Добить некому Причем поинт опять же Если бы обработал шайбу В средней зоне Могла бы очень хорошая атака С чистым преимуществом Получиться у канадцев Но не до конца Не очень хорошо обработал 19 номер канадской сборной шайбу И в результате пришлось самому Потом уже в единоборство С двумя игроками сборной США Входить И пытаться Пытаться создать угрозу Воротам Недельковича Получилось это сделать Но вратарь сборной США Оказался на высоте в этом эпизоде Впечатляющий силовой прием Для активных действий Возвращались Поэтому какой-то серьезной угрозы Чтобы большой численный перевес Не было Теперь американцы В контратаке сразу же С момента как вошли в зону Довое дело до броска Немудрство и лукаво Это Райан Хичко Человек с известной фамилией Но тем не менее Как раз не родственник Показывает нам да Эпизод Я бы чуть-чуть раньше Начал его повторять Когда Вертонин в средней зоне Принимал шайбу И одним движением Собственно говоря Принял шайбу И сразу ушел От опеки игрока Сборной Соединенных Штатов Америки В средней зоне Правда довести дело до броска У Вертонина Не получилось На пути его встал защитник И шайбу у него На входе в зону Сборной США Отобрал Четыре минуты позади В заключительном периоде Основного времени Борген по борту Пробрался Шайбу Она досталась Его партнеру И Бессер Дальше за вороты Переправляет шайбу Впрочем Это кстати Первое звено В сборной США Мэтью Скачак И Бозер Или Бессер Как наверное его Правильнее даже называть В любом случае Первое звено Вот на твой взгляд Понятное дело Что мы видим Первый матч В сборной США У них всего был Один матч Нормальный Перед турниром Свинами Но вот когда У Добринката С нервами Что-то случилось И он Получил удаление До конца Вот это является Одной из причин Почему первое звено В сборной США Выглядит может быть Не настолько ярко Насколько От него хотелось бы Американцам Вить Я бы сказал Что учитывая Что Добринкат Удалился в самой концовке Первого периода Не сказал бы Что это опять же Было бы самое Самое заметное звено У американцев По сегодняшнему матчу Выделить их Тяжело То есть индивидуальные действия Может быть того же самого Качука Мы отмечали Но Фамилию Эштона Матюса Называли очень и очень Нечасто Ну вот сейчас как раз Качак с Матюсом Не и Матюсом Среднюю зону Шайбу Протащили Добивание и шанс И у того и у другого Одновременно Качак остался На пятачке Еще потолкаться Шабо Ну перетолкать Его батю на пятачке Было исключительно Тяжело И здесь мы видим Тоже в этой ситуации Очень и очень активен Был Матюсом Качук И собственно говоря То есть сам пошел В единоборство С защитником В первую очередь Да не дожидаясь Пока его собственно говоря Из пятачка выкинут Я не исключаю Что например В матчах со всеми Остальными сборными Просто других Североамериканских Нет Где хорошо знают Друг друга И где стиль игры И готовность к тому Что будут продавливать Пятачок Она максимальна В играх с европейскими Сборными Это первое звено Сборной США Может быть будет гораздо Более выигрышно смотреть Ну да Я согласен в том Что опять же И одна и другая команда Именно из-за того Что они знают Хорошо очень друг друга И сильные И слабые стороны В этом отношении Может быть не идеальные Мерила А друг для друга Потому что На установке Как правило Тренер говорит Что у них есть Первое звено Матюс, Качук И был Добринкан Который надо остановить И этому уделяется Отдельное внимание Мы видели И Крис Щелиус Под определенное звено Правда Это было не первое звено В любом случае По заявке Выпускал Определенную пару защитников То есть они как раз Друг друга Очень хорошо знают Очень хорошо Очень внимательно Готовятся И лишних шансов не дают Сейчас у Дворака На пятачке И там будет повтор Разберемся Упустил ли свой момент Дворак в первую очередь Или это фантастически Сыграл в этом эпизоде Мэйсон Макдональд Но буквально Буквально две минуты Ушла шайба Макдональд Это был канадский игрок И главный арбитер Посчитал один из двух Я посчитал один из двух главных арбитеров Канадцев Удалят И соответственно Умышленного контакта С вратарем Будут избегать И одни И другие Правда Сейчас канадцам придется Две минуты Или меньше Играть в меньшинстве Две минуты Большинства Для сборной США Качак Мэтьюс Бессер Веренский И вот я сейчас Выглядываю Кто пятый Чарль Макэвой Такая пятерка У американцев Три нападающих Два защитника Вот наверное Сейчас Мы с Александром Ховановым Можем получить Физическое подтверждение Не только визуальное Того что Канадских болельщиков Намного больше Это и так правда понятно И любой турнир В Европе Международный Это всегда подтверждает Что 90% Североамериканских Болельщиков Канадцы 10 американцев Но вот сейчас Это недовольное Бу было как раз Оно прям продемонстрировало Что американцев Это почти нет Вступает в игру Сейчас Мэйсон Макдональд Подбор остается За американцами Веренский набрасывает Качак заслонял Видимости Бросок Капитана сборной США Прошивает На сквозь Сейчас Всю площадку И становится проблемным Для Мэйсона Макдональда Который нормально Точно не видел Может быть Хоть чуть-чуть Видел Сейчас еще раз Будем конечно Разглядывать На повторе Кокзак Веренский Восьмой номер Драфта Нынешнего года Будущая звезда Коламбулса Не раз В трансляции Обращал Твое внимание Что зачастую В современном хоккее Имеет значение Не сила броска А быстрота Релиза И вот я говорю Я сейчас Я сам Я сам Чуть не икнул Условно говоря Увидел Что Веренский Одним движением Принял И сразу Запустил шайбу И Макдональд Который перемешался Но может быть Перемещался Но совсем немного Все равно Не был готов К этому броску Но в принципе Очень плотный бросок Кистевой бросок У Веренский Получился Но Как бы Как вот Демонстрация К одному из моих тезисов Посмотрите Просто Насколько быстрый Бросок Сделал Сделал Веренский И этот бросок Стал неразрешимой Задачей для Вратаря Сборной Канады И в результате Американцы Реализуют Большинство Дальний бросок Веренский Достигает Цели И капитан Сборной США Выводит свою команду Вперед Ну вот На восьмой минуте Тоже поигравший За юниорскую Сборную И один из продуктов Ну как Продуктов Национальной программы Не очень хорошо Да Один из выпускников Национальной программы Кстати только один здесь На молодежном чемпионате мира Человек изнутри Действующий Этой программы Но это дело в том Что это на юниорском уровне Они все почти оттуда А когда уже молодежный Они просто к этому моменту Находят свои команды А некоторые даже уже В НХЛ перебираются Восемь минут позади В третьем периоде У сборной Канады Теперь Двенадцать минут На то чтобы Догнать сборную США Ох момент мог бы быть Если бы шайба Не отвалилась от Милана А он смог бы что-то сделать Если бы он смог ее обработать Да Все-таки передача От Уайта На Милана прошла Но вот обработать Шайбу нападающей Сборной Соединенных Штатов Америки Не смог А в результате Не смог ей нанести Бросок по воротам Макдональда Возвращают Канадцы Шайбу в зону При этом поехали Так дружно меняться Что все В какой-то момент Находились на своей половине Американцы правда Не стали пытаться Это даже использовать Вот сейчас У Рона Уилсона Ситуация В которой его команда Первый раз по ходу матча Вышла вперед И играть достаточно много Тем не менее С учетом Ох какой сейчас Хороший мог быть Момент у Канадцев Стромом отборолся до конца Так вот Возвращаясь к ситуации Рона Уилсон Среди прочих рассказов О том каково ему Вот такому Всему прославленному А это впервые В истории Молодежной сборной США Что человек Работавший главным тренером В НХЛ Возглавляет Теперь молодежную сборную Он сказал Для меня это конечно Опыт новый Но тем не менее Для них это Гораздо и большей степени Опыт и гораздо Большей степени Проблема Со мной Как бы Понять мои задачи Но у нас должна быть Очень дисциплинированная команда Вот очень дисциплинированная команда Которая первый раз Вышла вперед По ходу Третьего периода Сейчас должна это демонстрировать Продемонстрировать свою дисциплину Согласен И я тебе могу сказать Что сейчас Пока ты рассказывал О Роне Уилсоне Я посмотрел на лавку С заборной США И Рон Уилсон Очень внимательно следит За происходящим на поле А вот его помощники Очень и очень много Работают с игроками И как бы Практически в каждом эпизоде Что-то подсказывают Указывают на какие-то Ну детальки В игре с сборной США В этом матче Против Против канадцев В Берлине Стром и Марнер Такая тройка Появляется У сборной Канады Два человека Задрафтованных Одним клубом В Берлине И соответственно Стром И Марнер Которого выбрал Таро Еще играть-то уйму времени Конечно канадцам Но вспоминая Как немного бросков было В первом периоде Ну больше Во втором Все равно Не скажешь Что у канадцев Прям завали с времени И все будет хорошо Нет Не удаление Это Не удаление Это просто положение Вне игры А нет Удаление Я потерял Левого главного Лайнсмена Сейчас Просто потерял И думаю Неужели не удаление Нет все-таки удаление Да Сразу Сразу два Причем Единомоментно Я бы сказал И И главный арбитр И лайнсмен Подняли Подняли руку И зафиксировали нарушение И как раз Капитан сборной США Зак Веренский Который вывел Вывел Американцев Вперед В среднем периоде Матча со сборной Канады Сейчас Отправляется В бокс Для штрафованных Ну и соответственно Две или меньше минут Преимущество Чистного преимущества Будет у сборной Канады Марнер и Стром Снова появляются У канадцев На льду Так Защитник Трэвис Дермот Единственный Так я понимаю Защитник Сейчас Сохраняет он Шайбу Отправляет Вглубь зоны Там капитан Канадцев Поинт Рядом с ним И получающий От него шайбу Это Джек Лиртонен Но приходится Канадцам Выкатываться В среднюю зону Митч Марнер Разогнался Закатился Сам левым флангом Уехал За ворота Сейчас на второй круг Пойдет Я чувствую Нет не пойдет Я так подозреваю Было бы дело в равном Составе Выбрасывал бы Шайбу на пятак Или пытался С неудобной руки Завершить эту атаку Броском Митч Марнер Но здесь Предпочел сохранить Шайбу Ох почти Нашел Марнера Поинт передачи 40 секунд Большинство Позади Канадцы Разог выпустили Шайбу в среднюю зону Но так постоянно Находятся В чужой зоне Создают Какую-то напряженность У Митча Марнера Ломается клюшка Он подкатил К своей лапке И получил новую Не стал меняться Хотя сейчас партнеры Та его меняются Как раз Причем да Двое из его партнеров Сменились А Митч Марнер Прям демонстративно Ну понятно Что ему нужна была клюшка Он демонстративно Проехал И Стром Дилан Стром Готовил 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 Этот бросок Посмотрите Как кликуют Канадцы Дилан Стром Опять же Первый И после Материда Приехала Далеко не часто Бывают такие Драфты Как в этом году Когда все заранее Задолго знают Кто звезды этого драфта Но Дилан Стром Человек Который едва Не попал В Материда Кстати Если бы он пробился Его бы сейчас Аризон Конечно никуда не отпустило С дефицитом Имеющимся впереди Но вот сейчас Дилан Стром Походу показывали Нам его сумасшедшие Уже бомбардирские Показатели этого сезона И это человек Который Играя за Эри В прошлом году Набрал под 130 очков И причем Говорили Что это потому Что он играет С большей звездой На самом деле Он больше очков Зарабатывал Когда он был Один звездой А звезда побольше Была травмирована Но и вот сейчас Капитан американцев Напоследок Показывает нам Реакцию Человека Который Тоже создал Этот гол Тоже создал Причем он сфалил На Дилане Строме И у Строма Для тех Кто не смотрит Энхарел Есть брат Который играет Уже Ну брат Чуть старше И уже играет За Нью-Йорк Алендерс Весьма себе Прилично Кстати играет Очень даже Неплохо смотрится В этом году На шайбу Американцев В большинстве Канадцы Отледили своей Шайбой Также в большинстве Я бы отметил Что в этом эпизоде Еще возвращающийся назад Нападающий Сборной США Инсор Упал Потерял равновесие И это позволило Дилану Строму Принять шайбу Да Сместиться в центр Хорошенько Прицелиться И приложиться Кистевой бросок В направлении Дальнего верхнего угла Над ловушкой Недельковича Ну стал неразрешимой задачей Для вратаря Сборной США Но слишком Близкое расстояние В этой ситуации было И просто По большому счету Отлично Свою возможность Реализовал Абилон Стром Вертонин и поинт На двоих Сейчас создавали момент Третий с ними Перлини Который ждал Развития событий На пятачке Не дождался На этих качах Вывозит шайбу Из своей зоны Докатывает до синий Вбрасывает И поехал меняться Берлини И снова Перлини Оказался первым На шайбе Никого из американцев Рядом Бросок с разворота После того Как поборолся Еще поборолся И улучил момент Все-таки Для броска Защитника Канадцы Про Макьюен Возможность Перевести дух Вот тут сейчас Любопытный момент Вот она для кого Нужна в ситуации Когда счет сравняли Канадцы Для американцев Она нужна больше Я бы сказал Что нет Потому как складывается Игра Она сейчас Нужна Тренерам Если есть возможность То есть это же По большому чему Это такая же возможность Как это тайм-аут Если что-то не получается Скорее всего Это американцы По той причине Что они просто Последнее пропустили А вот Если есть Идея Что изменить Сейчас по игре Еще нужно Для того Чтобы склонить Игру в свою пользу То это практически Последняя возможность У тренерского штаба Потому что Опять же И у американцев Достаточно много Получается В третьем периоде Реализовали большинство Вышли вперед И канадцы В этой ситуации Когда им нужно было Исправлять ситуацию В счете Они своего добились И сейчас Просто остается Ну чуть-чуть меньше Восьми минут Играть В третьем периоде И каждая ошибка Может стать Решающей На данный момент Про Дилу Настровому Скажи две вещи Которые напрямую К нему не относятся А к нему В хоккее Они относятся К тому Что было За пределами В хоккее И к тому Кто ему нравится Джо Торнтон Его Ну скажем так Даже не кумир А пример для подражания Как он сам говорил Но при этом Он чемпион Канады Не по хоккею Но по близкому Этнический виду спорта Который хорошо развит В Северной Америке По лакроссу Чемпион Канады Чемпион 2009 года Ну просто лакросс Вид спорта для молодых Поэтому и неудивительно Что это так А я позволю тебе напомнить Что Джо Торнтон Куда лучший ассистент Да Чем финишер Сам по себе Но сегодня Безусловно Дилан Стром Один из самых заметных Игроков сборной Канады У которого Получается больше других И во втором периоде У него был просто великолепный момент Когда он смещался в центр И атаковал С очень близкого расстояния Там Неделькович Выручил Но вот В третьем периоде Очень важную шайбу Стром забил Для своей команды И сравнял счет В матче со сборной США Перехватывает шайбу На синей линии Канадцы Это мяч Марнер И Стром появился Тут же получает Набрас Скорость И закатывает зону От него передачу Но уже такую скорость набрал Что как раз Это бы сказалось В данном случае Минусом Его просто Американцы ждали Хейден Флори Находит Строма Тот левым флангом Закатывается зона И подставляет клюшку Уверенский Шайба улетает За пределы площадки По результативной Строма Вот его Прошлый сезон 129 очков Когда уже В ОИЧЛ он играл А когда был маленьким И играл за Торонто Мальворос 143 очка За сезон Я когда Да Смотрю статистику Эти Канадских Юниорских лиг Я говорю Там Просто Просто ужасающие цифры А когда Смотрят Руководители Разных профессиональных лиг По обе стороны Океана Они Представляешь Тоже ужасаются Вот бы нам Такую среднюю результативность Ну вот Кстати нам и напоминает 129 очков Которые В прошлом сезоне Набрал Дилан Стром А тем временем Его коллега По команде Мэйсон Макдональд Вынужден подтаскивать Хорошая атака И бросок американца Уже опять же Не первый момент В третьем периоде У Дворака Сейчас его Вводили на завершение Направления Вот как раз Ему точности не хватило В очень похожей ситуации Стром Свою попытку Реализовал А вот Дворак Этого сделать Не сумел В первую очередь Основная задача Сейчас Команд не нарваться На контратаку Потому что Все-таки Если противнику Придется создавать Что-то В чужой зоне То здесь есть Возможность Ну как бы Все-таки На это среагировать А вот ошибка Потеря Или Или заблокированный Бросок какой-нибудь Может сейчас Непосредственно Стать решающим Решающим фактором Ух Видимо у американцев Осталось по-прежнему Но Любопытно Десять бросков За третий период Две заброшенные шайбы Семь у американцев И только три у канадцев Броска в створ ворот Бросок от синей линии Это тоже не будет Бросок в створ ворот Потому что шайба Не добралась За створ опущенная Джо Хикетсон По поводу Ассистента в шайбу Зак и Веренский Как раз Мэтьюс И Качак О которых мы много Уже говорили У Дилана Строума Марнер и Дермон Дермон по прозвищу Титрейн В первую очередь Из-за того Что зовут его Трэвис Но там еще по ряду причин Как он говорил 5.25 До окончания Третьего периода Момент Который вряд ли Так уж важен Но стоит держать в голове У канадцев Кстати если что Нет тайм-ау Но пока что Они ближе к тому Чтобы Не интересоваться Тайм-аутом А чтобы выйти вперед Ответ американцев Истон Удержался на ногах Уехал за ворота Подключил Сейчас партнер Это Бьорк И тот за ворота Шайбу отправляет Там все тот же Только что упоминавшийся Защитник Дермон В Берлине Находит Находит Строума И Строум С Марнером Но здесь богатство выбора Наверное чем-то помешало Строуму Отчасти Хотя в любом случае Выбор броска Всегда в пользу того Кто бросает Всегда его право Отличный момент у Строума И причем Так и не увидел Его защитник 20 номер сборной Сборной США Это Боргин Был прям за спиной У него открывался Строум Ну и В результате Добери до него Шайба Великолепная возможность Передача Берлине хороша Наверное еще Хороша Причем Безусловно Боргин пытался Передача от нападающего На нападающего Из своей зоны К чужой синей линии Боргин пытался Закрыть борт Да и в результате Этого сделать не получилось Шайба пришла К Берлине И очень хорошая Передача на выход Ну фактически вдвоем Против одного Защитника И возможность у Строума была Просто великолепная На этот раз На этот раз точности Не хватило В краешек щитка Недельковича Попала Шайба после броска Дилана Строма Флёри по борту Выбрасывает шайбу Аккуратно Крюк сопернику И Макинец Запускает ее В обратном направлении Сейчас уже Смена в которой Американцы Долго Находятся в чужой зоне Правда пока Из этого ничего не изникли И вот бросок Доната Единственного Про которого Я говоря о детях И племянниках Известных Хоккейных деятелей Не сказал То есть я говорил Про Качака Про Куэдовеля Про Макинеса Но вот и Тед Доната Я не говорил Потому что Хованов Не играл Не с ним Не играл Но Теда Доната Я думаю Некоторые помнят 13 сезонов Все-таки Ванхайл Не самый яркий Но очень надежный Был такой Хоккеист Пять раз игравший За сборную США А сейчас уже Пять сезонов Тренирует Гарвард Три с половиной минуты До окончания Периода номер три Четыре заброшенные Шайбы По две На ту и другую команду Ноль голов В первом периоде Один-один И один-один дальше Снова выигранное Брасывание И отличный момент У американцев В направлении Дальнего угла Отправлял шайбу Сони Милана Вау И каким же образом Она так попала В ворота После броска Дельфедо Может По прямой Опять же Точно так же Как Сверенский Принял Бросил Попал в ближнюю девятку И В очень похожей Ситуации Макдональд Даже не пошевелился У меня есть Подозрение Которое Конечно Может быть Сейчас Может быть Сейчас Окажется Полным пшиком Тем не менее Мне показалось Что шайба Чуточку изменила Направление Полета Такое впечатление Что защитник Пытался остановить Шайбу клюшки Может быть И помешал И вы видите Реакцию Хикица При этом И как смотрит На Хикица Макдональд Причем Макдональд Словил шайбу То есть ловушка У него была Да Судя по всему Намного ниже Чем шайба вошла Поэтому Возможно Не без рикошета И показывают Так что в общем Я был прав С этим вопросом Так 3.18 У сборной Канады Еще раз Надо отыгрываться Канадцам Мы видели Отыгрывающихся Американцев Теперь видим Второй раз Отыгрывающихся Канадцев И у них на это Действительно Немного времени Всего 3 минуты И 10 секунд А еще Теперь будет проброс И вот теперь Я вернусь Но я не каркал Не собирался Но у канадцев Нет тайм-аута Нет тайм-аута Да Да Причем вынужден был Использовать его Тренерский штаб Во втором периоде И опять же В моем понимании Да Да Ну а как Подставленной клюшкой Не назовешь Но тем не менее От клюшки От клюшки Хикетса Шайба оказалась За спиной Макдональда И американцы Вышли вперед 3 минуты Сейчас вот ровно Остается у канадцев Для того чтобы Попробовать Исправить Ситуацию в счете Таким образом Колин Уайт Американец Набирает 2 очка В этом матче Став соавтором Шайбы Луи Бельпедо И Уилл Борген Защитник тоже Получает балл За результативную передачу Ох момент Сейчас Потерял шайбу Из вида Не смог Вовремя ее найти Все же и тормознуть Макдональд Она юркнула Между щитком И Американец Накативший Переправляет ее В ворота Таким образом Превращает дефицит Времени В катастрофический Дефицит Ну а американец Этот Тот самый Американец Который Почти наверняка Будет первым номером Драться следующим летом И причем Опять же Получается так Что по третьему периоду Дальние броски От защитников В частности От защитников Сборной США Становятся Чуть ли не Определяющим фактором Здесь не без Рикошета Шайба дошла До Макдональда И снова Игрок Сборной Сборной Канады Пытался остановить Эту шайбу В результате Подправил В результате Она просочилась Между щитков Макдональда Ну и первым На добивании Оказался Мэтьюс И Мэтьюс Делает счет 4-2 В пользу Сборной США А соответственно Катастрофически Усложняет Задачу Американцев На оставшиеся Две с половиной минуты Не Американцев Канадцев Канадцев Конечно Я вот Какую вещь Хочу сказать Сейчас пока Еще Не последняя минута По крайней мере Про Макдональда Помнишь Мы обсуждали Что Маккензи Блэквуд Первые две игры Дисквалифицирован Естественно Что он как бы Фаворит Но с другой стороны Эти два вратаря Которых привезли Они тоже живые люди И не последние В своем возрасте Вот Понятно Что Макдональд Уже конкуренцию С Блэквудом Можно сейчас Вычеркивать В следующем матче Видимо будет Сэм Монтембо И в любом случае Маккензи Блэквуда Будут канадцы ждать Шанс свой Лучший голкипер Чемпионата мира До 18 лет Сейчас явно Мэйсон Макдональд Упустил Не только В четвертой шайбе дело Про третью Нет вопроса И отличный гол До этого От капитана американцев Но По совокупности Четыре выросло И это слишком много У сборной Даже Три Три только В третьем Периоде И это Это очень много Для одного Периода А для третьего Решающего Периода Ну Действительно Может быть Даже не позволительно Много Меньше двух минут У сборной Канады Чтобы спасти Эту встречу Я говорил о том Что совсем Совсем немного Побед в истории У сборной США Над канадцами Тем не менее Тем не менее Есть нюансы Этих самых побед Которые наверное Сейчас Раз уж дело Так уверенно Клонятся К победе Американцев Стоит и Озвучить Но сейчас Напоследок Я их тогда скажу Все-таки Пока еще есть время У канадцев Не будем торопиться Их хоронить Хотя Времени настолько мало Что реальных шансов Спасти эту игру У них почти И нет На мой взгляд Даже не учитывая Того где шайба Находится А находится она Совсем не там Где нужно канадцам Но вот Сейчас Минута 10 Митч Марнер Привозит шайбу Отправляет ее За ворота Канадцы расположились Пустые ворота Шестером Против пятерых Марнер Попытка перевести На капитана На поэтов Первая не прошла Вторая не дошла Все равно до броска Готьер Сохранил шайбу в зоне Американцы Осторожненько Так пытались выбросить Чтобы не дай бог Не попасть под проброс И пока не получается Выбросить шайбу Из своей зоны Тут и канадцы Вынуждены Бороться за нее И вот Я тебе хотел Предложить Загибать пальчики Сколько моментов Создал Канадцы Заиграя С пустыми воротами И вот как минимум Два Очень хороших момента За этот вот отрезок Удалось создать Канадской сборной У капитана У поэнта Был великолепный момент И еще Один момент Был у Но я вот сейчас Быстренько скажу Просто про эти победы Американцев Всего их 7 6 в основное время Над канадцами На молодежных чемпионатах мира И из этих 7 5 случились После 96-го года И еще один нюанс Что их конечно меньше Чем у канадцев Но Одна из них Это победа в матче За золото В 2004-м Здесь в Фринляндии А другая Последняя победа В полуфинале 2013-го Когда Американцы Тоже выиграли Золото Чемпионата мира То есть Ты хочешь сказать Что для американцев Очень хороший знак Это хороший Такой Хорошая симптоматика Для США Победить Канаду На молодежном чемпионате мира Хотя Будем объективны Это хорошая симптоматика Для любой команды На любом турнире Победить канадцы Полминуты всего У сборной Канады Хикет заряжает Мощно Отлетает Клюшка От голкипера Американцев Так что Недельками сейчас Не совсем В полном боекомплекте Но времени уже осталось Так мало Что на две шайбы Его не хватит Просто-напросто Никак Тем не менее Канадцы Естественно Будут бороться до конца С троум набрасывает На пятах Практически подстрелил Своего Шабо Прострельная передача От американцев Рикошет Шайба заметалась Перед голкипером В пользу сборной США Который попутно Еще раздает Клюшкой Соперникам Пол Пойнтон Заехал Но и будь это Не последние секунды Наверное Арбитры Может быть даже Обратили бы на это Внимание А так уже Никто не стал Особенно свистеть Сирена Которая Возвращает Что Шесть заброшенных Шайб Из которых Между прочим Четыре В третьем Периоде Из которых Три В исполнении Американцев В третьем Периоде И итоговые 4-2 В пользу Сборной США Которая Очень и очень Хорошими Теперь может считать Свои шансы На победу В группе Потому что В ней остался Будем откровенны Один серьезный Соперник И это Швед Да То есть Мы сказали Перед началом Этого матча О том что Это фактически Борьба за распределение Итоговых мест В группе А Ну и так и получилось В первом матче Между Между лидерами Группы А Американцы Оказались Сильнее И одержали победу Забросив Три шайбы В третьем Периоде Сейчас награждение Лучших игроков Насколько я понимаю Не знаю Есть ли у нас еще Время в эфире Чтобы дождаться Награждения Лучших игроков Надеюсь Сейчас нам из Москвы Подскажут Колин Уайт Колин Уайт Становится лучшим игроком В составе сборной США Человек Который я уже говорил И сам забросил И сделал результативную передачу На этом Будем с вами прощаться Комментирую для вас Александр Хованов И Александр Ткачев Болейте на здоровье Всего хорошего Субтитры создавал DimaTorzok